МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Скажите, пожалуйста, ваше профессиональное мнение. Почему все болеют? Это такая реакция на холодную погоду или, может, вирус какой-то? В действительности, переход от весны к лету, он, в общем-то, особенно в нашем регионе, нынче очень обманчив. Мы видим, что вроде бы светит солнце, и тут же его меняет сильный ветер, идет дождь, гроза. Но нам настолько хочется побыстрее раздеться и нашим деткам, и взрослым, что мы опрометчиво все себя скидываем и просто попадаем под потоки холодного воздуха. Сквозняки, намоченные ноги в воде. И надо сказать, что именно в такой температуре, в теплой, очень хорошо размножается вирус. Сейчас очень много мероприятий общественных, то есть и экзамены идут, и... Выпускные, опять же. Да, выпускные. Ну и люди, конечно, на рабочем месте, то есть контактность достаточно высокая, люди стали больше общаться, так как больше у нас сейчас светлого времени года, и контактность высокая за счет этого... Соответственно, все друг друга заражают. Конечно, конечно. Что делать в этой ситуации? Как, скажем, одеваться, например, чтобы не попасть... Ну, в данном случае не надо сразу раздеваться. То есть должна быть обязательно запасная одежда. Одежда должна быть хлопчатобумажная, двух- и, может быть, даже трехслойная. Обязательно с собой должен быть зонт, для того, чтобы уберечь себя от лишней влаги. Сменная обувь. Ну, да, можно так выразиться. Ну, и по возможности, конечно, так, чтобы какая-то кофта, то есть какая-то теплая вещь должна быть на случай, если где-то попадаем в какой-то холод или на какой-то сквозняк. Вопрос, который всегда становится предметом спора в офисах. Включать или нет кондиционер? Ну, здесь вопрос такой достаточно деликатный. Может быть, на какое-то время, конечно, нужно включать, потому что в духоте тоже очень сложно себя вести. Но в данном случае, значит, закрывать открытые места, потому что если кожа влажная, и, предположим, человек вспотел, то очень легко можно простудить и заработать и миозиты, и не только простудные просто заболевания. Поэтому, может быть, период включения, период выключения, то есть чередовать. Ну и не сидеть, наверное, непосредственно под ним. Да, постараться сесть так, чтобы на открытые места потоки воздуха не попадали. Какие-то, может быть, меры профилактики? Что ты посоветуете, что сделать, чтобы уберечь себя? Ну, первое, это, конечно, соблюдение режима дня. Потому что больше световой день сейчас располагает к тому, что все у нас что? Поздно ложатся спать. А вот смена биоритмов, она очень четко влияет на особенности иммунитета. Значит, вовремя спать, достаточно долго спать, отдыхать. Ну и, конечно, нормальная физическая активность. Пожалуйста, сейчас это время для игр, для прогулок. На свежем воздухе, наверное, да? Да, обязательно. Для занятий спортом. Замечательный вариант, например, для взрослых, это скандинавская ходьба. Хотелось бы о ней, вот, например, так целенаправленно сказать. Ну и для пожилых людей, может быть, даже. Это замечательный вид оздоровления. Для детей это катание на велосипеде, бадминтон. Ну, все возможные игры, прогулки. Зеленых у нас, в общем-то, достаточно зон много. Поэтому все это надо, конечно, использовать. И надо забывать, что и закаливание мы в летний период не оставляем без внимания. То есть, кому сложно полностью обливать свое тело холодной водой, можно ограничиться только ногами, обливать только ножки или просто делать прохладное обливание. Если кому-то сложно просто холодной водой, можно начать с такой комфортной температуры, 30 градусов, потом потихонечку опуститься для комнатной, 18-20 градусов. А может быть, какие-то специфические меры, вроде, например, массажа? Массаж даже, я бы сказала, обязательно необходим в такой обстановке. Ну, в частности, у нас есть активные рефлексогенные зоны. Это наши ушные раковины. То есть, утром проснувшись, пожалуйста, можно промассировать ушную раковину до порозовения. У нас есть очень активные зоны. Это наши пальчики. Каждый пальчик – это маленький человечек. Поэтому массаж даже одного пальчика приведет к тому, что в организме возникнет эффект на сильный массаж всего тела. Про пальчики не забываем. Стопы наши – тоже активные зоны. Пожалуйста, небольшие массажеры, активная зарядка, прыжки, например, на стопе, растирание ногой об ногу. То есть, возможны любые варианты, вызывающие порозовение. И все это нужно делать каждое утро? Да, лучше это перед тем, как просыпаешься. Вернее, после того, как проснулся. Но еще не надо забывать о питании. Вот летний период сейчас. Ну, фрукты, богатые витаминами, скорее всего. Конечно, клетчатка, чтобы наш кишечник работал вовремя и регулярно. Все ясно. Ну что ж, теперь вы знаете, что нужно делать каждое утро и в течение дня. Будьте здоровы и оставайтесь с нами. У нас впереди еще много интересного.